В 2005 году ВСМПО выпустила книгу «Постигая суть Титана». Она рассказывает читателям о дотитановом периоде жизни завода, о людях, которые работали на предприятии, о том, как они осваивали производство титана. Заводчане вправе гордиться проектами, в которых участвовал завод. И в самом деле, какие это были проекты? Первый в СССР, тяжелый реактивный бомбардировщик Ту-12. В преддверии 85-летия ВСМПО пресс-служба предприятия запустила проект «Радиолетопись». Молодые сотрудники корпорации вместе с главным редактором пресс-службы Ларисой Карасевой каждую неделю в студии на радио записывают отрывки из книги «Постигая суть Титана». Я считаю, что проект «Радиолетопись» очень полезен, потому что молодое поколение должно вникать во всю историю завода, на котором работает. Никита Милентьев, Александр Савельев и Яна Варфоломеева уже побывали в радиостудии ВСМПО и рассказали заводчанам часть истории производства. Программу все желающие могут услышать по заводской радиосети. Я сама не знала многих фактов, хотя работала уже не один год. И вообще я считаю, что просветительская деятельность она в любом случае принесет свои плоды. «Постигая суть Титана» не единственная книга, которую выпустила корпорация. «Металл скрепляет времена и судьбы» издания конца 90-х – это очерк истории ВСМПО. Юбилейными выпусками были книги «Золотой отблеск Титана», «Дорога в завтра», «Эра Большого Титана». Корпоративные книги – это не только исторические сведения о заводе, но и история родного города в целом. Прочтите все издания, и вы узнаете немало интересного о заводе, в котором нам с вами довелось работать. Субтитры создавал DimaTorzok